Коллеги, всем добрый день. Всех рад видеть после всех наших декабрьских, январских праздников. Мы продолжаем наш обучающий цикл наших зум-конференций, лекций, обучающих семинаров. И сегодня мы с вами возьмем, повторим правила, освежим. Я думаю, что для кого-то будет это интересно. Я вижу много людей, вижу и наших коллег-ребят из других стран, из Узбекистана, Казахстана, ребята. Всем добрый день. Приятно вас всех видеть и слышать. О чем я хотел поговорить. Мы возьмем сегодня, освежим правила 2022 года, октябрь, 1 октября, основные изменения. И второе, что я сюда взял, вот в эту презентацию, это мы с вами пройдем по презентации интерпретаций. ФИБА в этом году, в этом сезоне, если мы берем, они сделали октябрьскую, ноябрьскую, декабрьскую интерпретацию. Выпустили три книжки по 100 с чем-то страниц. Ясно, что многие статьи интерпретируются и не повторяются. Но есть моменты, которые нужно проговорить для того, чтобы, ну, по крайней мере, иметь четкое представление о правилах современного баскетбола, о требованиях. Потому что в каждой стране, в каждом городе, там, республике, регионе есть верхние соревнования, первые, топовые, которые, значит, соответственно, требования к ним выдвигаются, как по книжке фибовских правил. То есть вот это очень важно. И мы, соответственно, с вами сегодня возьмем правила 22 года, 1 октября. Кто-то освежит у себя, кто-то возьмет что-то новое, кто-то это уже слышал, но трактовка некоторых моментов была непонятна. Соответственно, сегодня эти моменты мы с вами проговорим. Если нужно, пишите, пожалуйста, вопросы в чат. Нужно будет у нас модератор, кто ведет у нас сегодня, это Артем Хребко. Он, соответственно, поможет, если нужно, вам со связью. Вот, если нужно, пишите в чат. Я в любом случае все читаю. И потом максимально сделаем ответ на ваш вопрос, чтобы он был, самое главное, понятным простыми словами. Все основные проблемы в баскетболе, когда мы говорим про термины и даем им разные определения. И тогда получается, что с пробежкой, что с неспортивными фолами, что с экипировкой, что с челленджем главного тренера, что с какими-то критериями технических фолов, что с заявкой, что с протестом, что с апелляцией. Вот, куда ни коснись, на любом уровне этих моментов стало, соответственно, не уменьшается. Но, думаю, что, согласитесь со мной или не согласитесь, во всех наших федерациях региональных и больших, и РФБ, точно знаю, что в Казахстане и Белоруссии проблема эмоциональных, агрессивных действий игроков на площадке увеличилась. Не в разы, но увеличилась. Для этого вы сейчас понимаете, что ввели в статью «Акт насилия», то есть в интерпретации вставили, что судьи могут обращаться к видеоповтору за то, что, грубо говоря, то, что судьи пропустили в предыдущей атаке. Соответственно, мы с вами можем какие-то вещи разобрать и проговорить. Значит, мы начинаем с вами с официальных правил 2022 года. Будут какие-то вопросы, пишите, не стесняйтесь. И, второе, контакты. Я думаю, тоже мы выставим свои контакты, чтобы вам можно было эти презентации в свободном доступе у нас на сайте РФРиПро. Группа ВКонтакте РФРиПро, можно будет все эти презентации скачать. Какие-то вопросы тоже можно там написать, и мы ответим на все вопросы. ФИБО, значит, эта презентация сделана на основании ФИБОвской презентации, то есть ее структура, и, соответственно, она легко считается и понятна. ФИБО сделала, значит, два блока изменений, незначительные и такие основные существенные, которые касаются баскетбола. Существенное – окончание игрового времени. Очень важно, на что пишется протест. На окончание, на ведение игрового времени, на ведение таймера для броска, 24 секунды, и на правильное ведение протокола. И теперь важный вопрос, что получается, все у нас протесты пишутся на работу секретарского стола. На работу секретарского стола. Не путайте, пожалуйста, что если судья по факту показал два очка, секретарь записал два очка, а на самом деле было три, это есть повод для протеста, который могут удовлетворить. Нет, это ошибка судьи. Ошибка судьи, из-за нее команда может проиграть игру. Это такие моменты есть, человеческие факты. Но это не основание выиграть протест. Если судья показал три очка, а секретарь записал два, вот это есть повод к подаче протеста обоснованного. То есть ведение протокола – не судейская ошибка, а именно ошибка судей-секретаря. Почему об этом говорю? Утром был у меня зум с руководителями команд, и такой вопрос подняли. И, соответственно, пришлось какие-то моменты интерпретировать. По окончании игрового времени не может быть, что фолл был во время игры, игрового времени, и после фола нет ни одной десятой секунды для игры. То есть ФИБО говорит, что если судьи считают, а у них нет видеоповтора, что у них фолл был игровой, и он был в игре, соответственно, они должны оставить какое-то время. И если нет видеоповтора, то есть камер или трансляции нет, которые тоже можно использовать в таком примитивном случае, как видеопросмотр, то мы должны оставить минимальное время – одну десятую секунду. Второе существенное изменение – фолл при вбрасывании. И вот опять мы уже много раз говорили, и уже с октября прошло полсезона игрового. До сих пор комиссары и судьи путаются с этим фоллом. Этот фолл при вбрасывании поменял пятый критерий неспортивного фола. Что это за критерий? Когда мяч находится за пределами площадки у судьи или вбрасывающего игрока, а фолл совершает команда защиты. Один баскетболь, только команда защиты. Просто неправильный контакт. Соответственно, этот фолл считается фолл при вбрасывании. И что комиссары и судьи, с чем встречается проблема? Что они его не понимают, как записывать. Записывается П1, и независимо, это фолл первый, второй, третий, четвертый командный или пятый, седьмой, десятый командный, всегда пробивается один бросок. Одна из причин изменения этого правила, пятый критерий неспортивного фола, что ранее, до 1 октября, за этот фолл давали два броска и владение. Сейчас дается один бросок, и владеет эта же команда, которая вбрасывала мяч из-за пределов площадки. Только немножко меняется место вбрасывания, там, где был совершен фолл за пределами площадки. На площадке оттуда будет вбрасывание, перпендикуляр ведется. В неспортивном фолле доработали четвертый критерий. Четвертый критерий – это быстрый отрыв. Быстрый отрыв – это когда игрок один убегает, и в его коридоре на пути нет, между ним и кольцом нет, соответственно, защитника. Соответственно, что здесь сделали? Теперь неважно, был у меня мяч, если я нападающий убегаю в быстрый отрыв. Главное, что он ко мне идет на передачу, прилетает, он находится в полете. Или я пытаюсь им овладеть, или я нахожусь с мячом, или я пытаюсь достать мяч, который я выбил у своего оппонента и убегаю в быстрый отрыв. То есть доработали и приставили, соответственно, эти позиции. Пятый критерий убран, С5 убран. Он стал у нас, вот статья 34-35, фолл прибрасывания. И добавили некоторые жесты судей. Жесты судей – это принцип цилиндра, когда игрок на падении находится статично, держит мяч. Условно говоря, на топе, да, за трехочковой линией в лоб. А защитник руками и бедрами лезет выбивать мяч. Жест это мы покажем и расскажем. Вот этот жест – жест помеха попаданию, помеха мячу. То есть помеха попаданию сбивающейся мяч командой защиты или командой нападения. Когда мяч опускается на нисходящей траектории своего полета или коснулся выше уровня щита и его сбивает защитник или касается нападающий. А также помеха мячу. Когда игрок сбивает мяч с кольца, бьет, вибрирует кольцо, щит, захватывает застетку, которая, по мнению судей, мешает входу мяча в корзину. И выбивает мяч из корзины снизу. То есть вот это помеха мячу. И приложение «Система видеоповтора». Там просто расписали какие-то вещи, которые входят у нас сейчас в челлендж главного тренера. Челлендж главного тренера, я думаю, что, наверное, будет полезно всем знать. Это лично в Москве, практически во многих, даже детских турнирах, этот челлендж используют. Почему? Потому что трансляция идет даже любой камерой примитивной. И ноутбук стоит, грубо говоря, на секретарском столе. И даже 2-3 судьи и секретаря имеют осуществлять право трансляцию и протокол вести, и статистику. Ну, так проходят детские турниры межрегиональной любительской баскетбольной лиги. То есть я вижу, и там тоже трансляция идет. И мы эту камеру с монитор используем для челленджа главного тренера. То есть это правило очень важное, и его нужно как бы четко понимать, что челлендж главного тренера дается каждой команде по одному челленджу на всю игру. Тренер должен знать правила, а не кричать или срывать игру, что он хочет что-то посмотреть. Он должен знать вот эти 15 ситуаций для просмотра. Утром сегодня мы эти ситуации проговорили. Я думаю, выставим, наверное, эту запись видео зум-конференции утренней тоже на YouTube-канале Referee Pro и также ВКонтакте. Соответственно, тренер вправе попросить один челлендж. Его просьба является приоритетной относительно просьбы, требований судей посмотреть. То есть если судей хотят посмотреть и тренер хочет посмотреть, всегда идут на сторону главного тренера. И от челленджа отказаться нельзя. Если тренер сбивает игру и просит, например, посмотреть то, что не прописано в правилах, он в теории может в следующий такой случай, если не знает правила, получить технический фолк за задержку игры и пренебрежение действиями судей. То есть человек не знает правила баскетбола. Про челлендж мы тоже поговорим, там все прописано. Технология его, принцип такой же, как и видеоповтор у судей, только коммуникация перед тем, как смотреть, он должен сказать, главный тренер должен сказать ближайшему судье, что мы смотрим челлендж. И показать, соответственно, перед собой экран. Вот такой жест, указывая указательными пальцами контур экрана. И судья, соответственно, такой жест использует перед секретарским столом, что значит, он одобрил челлендж, что мы можем смотреть эту ситуацию. Одобрил право на просмотр. То есть и потом этот просмотр будет осуществлен. Незначительные изменения. Игровая форма, доработанный текст. Немножко просто изменили. Минимальный размер номеров. Был 10 спереди, стал 8. И на спине вместо 20, по-моему, стал 16. Ну, это мы еще увидим. Направление игры изменено. Что здесь сказано? Что теперь, это очень важно на любительских соревнованиях, что судья, когда, значит, входит в зал, и секретарский стол находится за спиной у него, слева у него будет команда «Хозяин», справа команда «Гостей» «Скамейки». И разминаться команды будут по правилам напротив своих скамеек. Но если команды готовы поменять скамейками и площадками для разминок перед игрой, они по согласованию могут это сделать до разминки. Все можно меняться. Но часто бывают в школьных соревнованиях, бывают упертые учителя, тренеры, преподаватели, там, руководители, они не хотят меняться. Тогда мы открываем статью 9 правил и говорим. С левой стороны, секретарский стол находится за спиной, команда «Хозяев» в белой форме, светлый цвет формы, справа команда «Гостей», слева левое кольцо для разминки, команда «Хозяин», правое для команды «Гостей». Раньше было крест-накрест. Первый контроль мяча. Такая статья номер 9. Многие даже в региональных лигах, даже и любительских, про это правило и особо так не уделяли ему внимания. Теперь, если мы первый спорный мяч разыгрываем, и мяч ушел в аут, до 1 октября мы стрелку… Ну, то есть, ушел в аут, и никто еще не владел мячом. Ушел в аут от команды «Б», значит, владеет команда «А». Раньше стрелку не ставили. Теперь, независимо, в ауте или на площадке, в ауте в первом спорном мяче, после первого спорного мяча, команда «А» будет владеть мячом. И, соответственно, мы ставим стрелку в сторону команды «Б», когда мяч уже в ауте. Это единственный случай. А все остальное – начало четвертей, как и было. Мяч касается игрока на площадке, включается время, и включается счетчик таймера для броска, 24-секундное устройство. Игрок в процессе броска заменен одним простым русским словом «бросающий игрок», для упрощения, и особые ситуации. В особых ситуациях, статья 42, сказано про акт насилия. То есть это фол, который произошел какое-то время, и судей его не зафиксировали. То есть ситуация, которая произошла по прошествии какого-то времени, то есть в стадии одной же атаки. То есть, грубо говоря, судьи что-то не зафиксировали, и, соответственно, в следующей атаке произошло там нарушение, мяч вышел в аут или фолы. И судьи имеют право смотреть, если есть видеоповтор, ситуацию, которая произошла, и это расценивается, условно говоря, как акт насилия. Все другие, допустим, пробежку мы смотреть, конечно же, не можем, но в особых ситуациях прописываются ситуации неспортивных дисквалифицирующих и других видов фолов, жестких, которые можно смотреть. Здесь в акт насилия у нас входит статью 42, в которую можно смотреть, дисквалифицирующий был ли фол, который судьи упустили в предыдущей атаке. Мы говорим про предыдущую атаку, которая произошла секунды назад. Второе, мы можем смотреть, был ли неспортивный фол, как чрезмерно жесткий контакт. Третье, мы можем смотреть, был ли угроза акта насилия. Угроза акта насилия – это когда, условно, игрок замахнулся на кого-то, но не ударил этот технический фол. И четвертая ситуация, судьи просто пропустили ситуацию, связанную с травмой или какой-то ситуацией, когда игрок не может продолжить игру. Подвернул голеностоп, упал, может быть, какой-то перелом. Пример. Идет атака, дальний бросок и дальний отскок. Соответственно, мяч быстро отскочил, и команда новая убегает в быстрый отрыв, то есть быстрый. Все трое судей или двое убегают. Но при подборе один из игроков ударил другого локоть в лицо. И игрок, соответственно, упал, и лежит там кровь с носа. В быстром отрыве произошел фол. Судьи остановили игру. И вот теперь у них, по прошествии какого-то времени, буквально пару секунд назад, в этой же атаке, предыдущей, пропустили вот этот удар локтем в лицо. И судьи имеют право, если есть официальное устройство видеоповтора, это может быть даже обычная трансляция, официально проговоренная в регламенте, смотреть вот эти четыре ситуации. Ситуация, когда удар в лицо, это раз, может быть, дисквалифицирующий фол. Ситуация, когда чрезмерно жесткий контакт, например, толчок в спину, игрок падает лицом вперед, это может быть неспортивный фол, по второму критерию. Ситуация, когда игрок замахнулся и кого-то хотел запугать, ударить, но не ударил, это технический фол за чрезмерное размахивание или угроза акта насилия. И четвертая ситуация, когда игрок просто приземляясь, там подвернул гоносток. Другие ситуации связаны с пробежкой, заступом за лицевую и боковую линию. Соответственно, кто-то кого-то схватил за майку или кто-то кого-то схватил за руку. Вот эти все вещи не принимаются во внимание. Это ошибки судьи, это моменты апелляции, но это не моменты фиксации этих нарушений или фолов в протоколе. Кроме вот описанных выше. Дисквал, дисквалифицирующий фол, С2, чрезмерно жесткая игра, локоть лицо или чрезмерно какой-то удар. Третья, угроза акта насилия, размахивания локтями или там замахивания, это технический фол, или четвертая остается без внимания. Сразу хочу сказать про дисквалифицирующий фол отличие от, например, неспортивного. Неспортивный фол – это часть игры. Который – это контакт, который, по мнению судьи, первый критерий – нет попытки сыграть мяч. Все понятно. То есть это человек не играет в баскетбол, но схватил за руку, ведет мяч правый, я хватаю игрока за левую или хватаю за майку, и игрок не может, в принципе, бежать вперед. Второй критерий – чрезмерно жесткая игра. То есть игрок пытался сыграть, но потом что-то у него не пошло, или плохая техника исполнения, он локтем попадает в лицо. То есть он пытался играть, у него не было намерения ударить в лицо, но не имея техники, он попадает в лицо и получает неспортивный фол по второму критерию. Третий критерий – это ненужный контакт, шлагбаум по-нашему. И четвертый критерий – это быстрый отрыв, когда я убегаю один на кольцо, и нет между мной и кольцом никого, из защитников, из команды соперников, написано в правилах. Слово «дисквалифицирующий фол» вот в неспортивном фоле у нас не стоит, никаких вопиющих поведенческих вещей нет. Что такое дисквалифицирующий фол? Дисквалифицирующий фол – вопиющее неспортивное поведение, преднамеренное действие. То есть игрок преднамеренно знает, что он будет кого-то идти в контакт. Второе – он знает, куда он пойдет, то есть он знает, кого он будет бить. И третье – вопиющий неспортивный удар, действие, толчок, пинок или там агрессия, связанная с контактом, которая не связана с игрой. Вопиющие неспортивное действие, преднамеренное действие, и игрок, который это делает, он знает, кого он хочет атаковать. То есть он знает и знает и видит своего оппонента, куда будет нанесен, соответственно, удар. Я почему об этом говорю, что количество таких нарушений или фолов не в разы, но каждую неделю мы что-то разбираем и что-то приходим. Даже на детских. Женские у нас уже получается, это как здрасте. Вот девушки работают локтями и ногами, и мы с этим встречаемся очень часто. Вот особой ситуацией вошло акт насилия, то, что судьи что-то пропустили в предыдущей атаке. Нельзя, например, сказать, чтобы судьи посмотрели, что было в первой четверти, а мы играем в вторую. Все, это уже забыто. До следующего живого мяча. То есть мы что-то пропустили, потом было нарушение или фолы, начали пробивать новые нарушения или фолы, это мы не посмотрели, соответственно, мы это смотреть уже не можем. И обязанности судей, секретаря и секундометриста. Некоторые, конечно, даже это и поскочили сквозь пальцы, не заметили, но скажу, что у нас секундометристу сейчас дали полностью права по проведению таймаута, замены, указания персональных фолов от одного до пяти, и контроль командных фолов на углах стола. И уже потихоньку судей и секретарей, секретарская бригада, перестала как бы возмущаться, потому что раньше это было обязанности секретаря, а теперь у секретаря осталась только стрелка, ведение протокола и челлендж. Главного тренера он тоже отвечает за это. Но, опять же, обращаю внимание, что все протесты, которые происходят в играх, это пишутся на работу секретарского стола. Неправильное введение счета, времени и таймера для броска, 24-секундное устройство. Ну и, соответственно, новый протокол, ввели этот квадратики под протоколом, где мы записываем в первом квадратики четверть, в каком взял челлендж главный тренер, а во втором минуту. Давайте с незначительных пойдем. Про компрессионное белье. Теперь мы еще самое главное, что с вами возьмем и увидим интерпретации декабские. Теперь даже может быть компрессионная майка с длинными рукавами. Посмотрим, я вам покажу эту статью, и вы увидите. Кстати, интерпретации есть на сайте Referee Pro, в группе ВКонтакте выставлена, и также на сайте Российской Федерации баскетбола. То есть эти последние документы есть, их нужно смотреть. В желтом цвете выделены последние изменения. Ну и видите, реклама, соответственно, минимальные размеры номеров. Сзади 16 сантиметров было 20, и спереди 8, было 10. Игрок в процессе броска. Сейчас бросающий. Вот и особые ситуации. Вот это особая ситуация, то, что мы говорили. Что если в один и тот же период остановки часов, после несоблюдения правил, могут возникнуть ситуации, которые, смотрите, желтым, были совершены, дополнительные несоблюдения правил. То есть есть, вот мы остановили игру, но могут возникнуть ситуации, которые были совершены. Были совершены, это говорит о том, что это может быть то, что мы пропустили как судьи. И если это входит в акт насилия, мы можем идти смотреть то, что мы пропустили. И вот эти четыре случая мы с вами, то, что проговорили, можно классифицировать и принимать по ним решения. Теперь про спорный бросок. Команда, которая не установила первый контроль над живым мячом после спорного, имеет право на вбрасывание в результате почетного владения. То есть здесь убрали слово на игровой площадке. То есть если раньше это было в начале игры, мы говорим только про начало игры. То есть команда овладела мячом и окей, стрелка меняется в противоположную. А теперь команда выбила мяч, команда Б выбила и команда А будет владеть. Так раньше мы стрелку ставили, когда на игровой площадке, в самом начале игры, только единственное это изменение. То теперь мы, когда начинаем игру, мы, соответственно, ставим эту стрелку, как только отдали мяч, судьи отдали мяч на вбрасывание. То есть команде А отдали мяч, стрелка уже поворачивается в начале игры в сторону команды Б. Вторая четверть, третья или четвертая, или после овертайма мы начинаем так же. Стрелка стоит в сторону команды А, игрок касается мяча, включается время и включается стрелка, меняется стрелка на противоположную. То есть это незначительное мелкое изменение. Теперь мы с вами берем секундометрист. Видите, он полностью забирает у себя, в правилах убрали неточность, и он отвечает за командные и персональные фолы, за четыре командных фола. Эти фишки ставит там или значки, или тумбочки, или включает там кубики эти световые. И пять персональных замечаний игроков он сообщает, соответственно, всем, кто связан с игрой, показывает, соответственно, индикатор. Вот мы с вами теперь берем начало четвертей, начало игры. Команда, которая располагается, команда хозяев, посмотрите, вот у нас баскетбольная площадка, слева хозяева и разминка для команды хозяев. Вот с левой стороны и площадка, разминка для хозяев. И каждая команда разминается перед своей скамейкой, перед своей. Раньше мы разминались по диагонали. То есть это небольшое изменение, многие даже об этом как бы и не принимали во внимание. Но команды, значит, правила такие есть, статья номер девять. Но если обе команды согласны, они могут поменяться и скамейками, и площадками для разминки перед первой половиной игры. То есть мы как в гонболе или где там еще, мы не меняемся, такого нет, и никто никогда не будет. Вот мы перед разминкой можем поменяться скамейками или площадками для разминки. И протокол, посмотрите, что в протоколе. Вот у нас таймауты, вот ничего не изменилось. А вот когда командные фолы, второй кружок, правый, пунктирный, стоит Head Coach Challenge. Head Coach Challenge. Вот три этих термина. В первую четверть вписывается, в вторую вписывается минута. И теперь мы с вами говорим про существенные изменения, которые произошли у нас. Если фол совершен близко к кончанию игры, четверти игрового времени, судьи должны определить, совершен ли фол, закончилось ли время или, соответственно, нет. И что здесь важно? Мы должны установить или исправить оставшееся время на корректное. Если у нас нет видеоповтора, минимальное время – одна десятая секунды. То есть мы должны выставить 0,1. Не может быть такое, что фол произошел. Судьи говорят, игра завершена, а игрок команды B пробивает два штрафных броска. Нет. Мы, если считаем, что фол произошел, то мы пробиваем один, два, три штрафных броска, и минимальное время остается одна десятая секунда. Теперь мы смотрим, какие могут быть ситуации. Если мы считаем, что фол произошел, вопрос, значит, наказание производится, верхняя строчка, и выставляется минимум одна десятая секунда. Если мы считаем, что время закончилось, 0,0 секунды, второе, нижняя строка, персональный фол в перерыве игры игнорируется. То есть мы не можем записать персональный фол, когда у нас перерыв игры, или тем более закончилась игра. Неспортивные, технические и дисквалифицирующие фолы проводятся, как они были совершены в перерыве игры. То есть перед началом второй, третий, четвертый четвертей, и, соответственно, если это был овертайм, то есть перед началом овертайма дополнительного периода, дополнительной четверти. Любой фол игнорирует. Если игра закончилась, любой фол игнорируется. То есть игра закончилась, и потом происходит счет, мы знаем, неравный. И, соответственно, мы происходят неспортивные какие-то действия, неспортивный фол, дисквалифицирующий или технический. Мы вписать протокол его не можем, мы не можем ничего о протоколе сделать, потому что не имеем права вписать его, но мы обязаны написать рапорт в дисциплинарный комитет или в организацию, которая проводит мероприятие за технический, неспортивный и дисквалифицирующий фол. Полы эти пробивать мы не можем, но мы не можем оставить без внимания поведение неспортивное игроку. Даже в РФБ на главных соревнованиях одно из условий – после окончания игры камера должна снимать площадку, где находятся игроки после игры, пока последний игрок не покинет игровую площадку. Требование РФБ. Какие-то моменты. Вот. Фол при вбрасывании. Этот фол поменял пятый критерий неспортивного фола, то, что был раньше. Теперь мы говорим о чем в этой статье. Когда остается две минуты в четвертой четверти или в овертайме, то есть 39-40 или 4-5 минута овертайма. Все фолы, которые будут совершаться по статье фол при вбрасывании, это фолы должны быть защиты. Если фол нападение – это обычный фол нападение, ничего не поменялось. Но если, когда мяч находится у игрока за пределами площадки или у судьи, защитник совершает фол, а мяч в руках, то это считается фол при вбрасывании, персональный фол до того, как мяч выпущен из рук. И, соответственно, пробивается всегда один штрафной и записывается в протоколе П1. И этой же команде остается мяч. Выбрасывается из-за пределов площадки, из ближайшего места, где произошел фол. Могут быть вопросы. А что тогда с другими неспортивными фолами? Все другие критерии неспортивного фола остаются. То есть если чрезмерно жесткий контакт, игрок-защитник или нападающий бьет игрока своего в лицо, или там толкает подсечка, или хватает за майку. То есть все эти критерии остаются. Но если происходит обычный неправильный баскетбольный контакт, неправильный, задержка, например, или блокировка, то мяч в руках в ауте – это фол при вбрасывании, один штрафной бросок, и мяч опять этой же команде остается за пределами площадки. Наказание. Всегда один штрафной бросок, на ком зафиксирован фол. Игра продолжается ближайшему месту, где был совершен фол. Уважаемые коллеги, это не технический фол. Это P1 – персональный обычный фол. Их может быть пять у игрока. Если он там пять раз подряд, последние две минуты игры будет там фолить. То есть пишется P1. Даже если у команды шесть больше четырех командных фолов, пятый или шестой, он все равно пробивается один бросок. Почему я это говорю? Даже правило ввели. В декабре месяце мы имели случаи, когда кто-то из секретарской и судейской бригады настаивал, что это пятый командный фол, и мы должны пробивать два броска. Один бросок. И теперь, если этот фол произошел в толовой зоне, то команда имеет 24 секунды после штрафного броска на вбрасывание. Если в передовой и менее 14, соответственно, мы 14 секунд возвращаем. Если больше 14, столько же секунд и остается. Неспортивный фол. Уточненные моменты и, соответственно, пару моментов вам скажу. Вот на фотографии вы видите игрок в белой форме, темный парень. Получает мяч. У него здесь нет никого перед ним на кольце. Вот он практически получает мяч под кольцом. А игрок в красной форме просто фолит на нем. Просто слегка подталкивает. Так вот этот толчок расценивается как неспортивный фол, потому что перед белым игроком в белой форме нет никого, и у него открытый путь на кольцо. Он один. Перед ним только кольцо и он. Это будет считаться неспортивным фолом. Ну и четвертый критерий быстрого отрыва. Уважаемые коллеги, особенно кто у нас тренеры, просто сказать, что быстрый отрыв для тренеров – это создание численного преимущества. Три в два, четыре в три, два в одного убегают. И мы такие тренировки даете. В баскетболе быстрый отрыв. В судействе, я уточняю, судейство – это игрок должен бежать один. То есть путь у него, коридор у него, никого нет у него в этом коридоре, и он выходит один на один с кольцом. Ни одного из игроков, вот видите, и нет других соперников между нападающим, продвигающимся игроком, мячом и корзиной. И, соответственно, вот три случая прописывается. Игрок убегает, быстрый отрыв, один на кольцо с введением. Вторая ситуация. Игрок выбил мяч у своего оппонента и убегает, быстрый отрыв, пытается овладеть мячом. Он уже практически его овладел, происходит неправильный контакт. И ситуация С – это то, что Фиба сейчас прописала. Убегающий игрок пытается поймать передачу, и у него мяча нет, но передача выпущена к нему. И он, значит, ловит эту передачу или готовится его ловить, и происходит контакт сзади или сбоку. Или передача идет к нему. Самое главное условие, что передача должна идти к игроку, убегающему быстро отрыв. То есть студии это видят, а контакт происходит между этим убегающим игроком и защитником, который этого игрока держит. Ну, клип посмотрим. Видеоповтор. Ну, видеоповтор мы проговорим, какие-то моменты. Теперь давайте челлендж главного тренера. Какие-то нюансы я просто убрал. Они незначительные, но такие тонкие, больше профессиональные. Тут самое важное – такие общие, фундаментальные вещи взять. Видеоповтор. Теперь называется челлендж главного тренера. Во всех играх, где есть трансляция, а мы просто говорим, что, допустим, на детских соревнованиях у нас проходит трансляция. Значит, ну, просто снимает одна камера. То есть если мы видим, имеем монитор за секретарским столом, и мы можем что-то посмотреть, и в регламенте у нас прописано, то мы можем смотреть челлендж главного тренера. Ну, на многих соревнованиях, даже любительских, это правило сейчас вводит. Тренер главный может попросить судей проверить их решение судейское, использовать вот эту систему просмотра игровой ситуации. И теперь мы смотрим. Только один челлендж разрешен на команду, независимо, выиграл он или нет. Не путайте, как три на три. Предметом челленджа бывают 15 ситуаций. Вот это очень важно, что даже многие судьи этих ситуаций не знают. И мне, как комиссару, часто приходится не подсказывать, но моменты эти напоминать, что можно смотреть. И важно без ограничений по времени. Что это значит? Что судьи имеют право смотреть пять или шесть ситуаций, всю игру. Там два или три очка, два или три штрафных броска, кто будет выполнять штрафные броски, кто бы в акте насилия повышать или понижать неспортивный фолл. Кто будет выполнять штрафные броски и соответствует ли характеру наказания данный фолл. Ну, в общем, их пять или шесть ситуаций. Потом есть ситуации, которые в последние две минуты судьи могут смотреть, кто заставил мяч выйти в аут. Удачный штрафбросок был с сигналом от 24 секунд. Вот. Ну и так далее. И в конце игры вовремя ли выпущен бросок, был ли заступ за линию и забитый, не забитый мяч. Сколько мы должны выставить? Время игрового по ходу игры мы можем смотреть все время. Даже восемь секунд, нарушение восьми секунд, и мы корректируем игровые часы. То есть их написано в приложении F3 15 ситуаций. Так если у судей они ограничиваются во времени, всю игру, две минуты и с окончанием игры или четверти, то у тренера можно всю игру это смотреть. Всю игру. Но там есть нюансы, которые нужно просто знать и читать. Челлендж запрошен в любое время игры, и запрос является окончательным и не подлежит изменению. То есть если тренер попросил, он от него отказаться уже не может. И вот челлендж записывается, посмотрите. У него, видите, третья четверть на пятой минуте. Внизу вот в этой вавале красном пунктирном это все показано. Структура, чек-лист, визуальная связь с ближайшим судьей, громко говорится челлендж, запрос. Смотрите, самое важное третье. Не позднее, когда судьи первый раз остановили игру после принятого решения. Пример. Я дал аут для команды А. Принял решение, первый раз остановил игру после принятого решения. Соответственно, тренер недоволен. Он говорит, посмотрите, пожалуйста, этот аут. Смотрим. Не команда А владеет, а должна владеть команда Б. Команда А, последний игрок команды А, коснулся мяча перед тем, как мяч вышел. Меняется решение. Теперь другая ситуация. Два или три очка, фолл был, два или три штрафных броска. Судьи остановили игру после принятого решения. Вы считаете, что там три штрафных броска, а судья показывает два штрафных броска. Сразу мы принимаем решение. Если мы даем мяч на штрафные броски, два или три, мы смотреть уже не можем, когда штрафные броски выполняются. Указать ближайшему судье ситуацию, четвертый пункт, которая должна быть просмотрена. То есть мы говорим, тренер говорит, хочу посмотреть, кто заставил мяч выйти ваут. Коррекцию времени. Технически неспортивный дисквалифицирующий фолл. Посмотрите. А кто в акте насилия участвует? Пробивает не тот игрок штрафные броски. Все это можно сказать, показав соответствующий жест и сказать челлендж. И судья подтверждают, что челлендж правомерен. И главного тренера его, соответственно, предоставляют. Вот такой сигнал. Тренер показывает и проговаривает голосом. Во время просмотра игроки на площадке все стоят. Челлендж удачен. Первоначальное решение должно быть изменено. Если не удачен, решение остается в силе. Если видео не показывает. Например, во время видео оператор почему-то камеру направил в другое место. То, соответственно, первичное решение остается в силе. Если камера не работает, челлендж сохраняется. Камеры работают. Даже ребят. Ребят картинка. Но работают. Мы оставляем решение. То, что мы можем увидеть на картинке. Или предварительное решение. На картинке должна быть убедительная доказательная база. Что мы должны поменять решение судейское. Которое было принято на площадке. И судей использует такую же процедуру, как и в видеопросмотре. Как было много лет уже. После этого игра продолжается, как после любого другого просмотра. Ну вот, соответственно, вот такой сигнал. И жест челленджа от тренера. Новые жесты. Вот этот новый жест. Вращение указательным пальцем над другой рукой широким кругом. Помеха попадания. Помеха мячу. Помеха попадания. На нисходящей траектории опускающийся мяч касается игрок защиты или нападения. Или мяч касается щита и потом выше уровня кольца. Помеха мячу. Вибрация кольца щита, сетки, фермы, выбивание мяча снизу, по мнению судьи, помешало входу мяча в корзину. Соответственно, это нарушение помеха мячу. Сигнал. Мяч читать или не считать. Это жест и направление игры. Клип посмотрим. Ну и, соответственно, ситуация, связанная с цилиндром. С цилиндром. Так, вот вопрос. Прошу прощения. Чуть-чуть прослушал по поводу пробития одного фола. Можно повторить спасибо. Сейчас дойдем до этого жеста. Поговорим про цилиндр. Этот жест. Могу немножко такую внутреннюю историю рассказать. В некоторых странах этот жест не любят. Почему-то у них идет какую-то другую смысловую нагрузку. Но фиба этот жест, связанный с цилиндром игрока, официально приняла. Когда игрок с нападением стоит с мячом, с мячом, и защитник руками влазит его выбивать этот мяч, цилиндр игрока нападающего, а нападающий с мячом стоит, то судьи дают свисток, раньше это был фолл блокировки, он так и остался. Но вот это движение игрока-защитника, цилиндр нападающего с мячом, этот фолл, жест, связанный с неправильным цилиндром и входом игрока защиты, цилиндр нападающего, показывается вот такой жест. То есть в основном это больше статичный жест, когда игрок с мячом находится в розыгрыше, он держит мяч, а игрок защиты влазит его цилиндр и мешает ему, соответственно, вышагиванию, передаче, броску, начало ведения. Вот такой жест. И поддержка голосом. Челлендж главного тренера. Жест понятен. Вот этот жест судья показывает после того, как тренер сказал, что челлендж нужно смотреть. Вот прямоугольник, используя указательные пальцы. Ну и немножечко по процедуре начала игры, когда судья дополнительно дает свисток. Раньше судьи давали свисток в начале четвертей и в начале игры. И с лицевой линии, если мяч находился в передовой зоне, то теперь после таймаута, после каждого таймаута, тоже судьи начинают игру. Он называется предупредительный свисток. Для чего? Чтобы секретари после того, как судья отдал мяч, не дали дополнительный свисток на какой-то таймаут, на замену, на что-то еще. То есть они знали, что после этого свистка игра начинается. То есть все готовы к игре. Для этого дается этот свисток. И два или три очка коммуникации. То есть попытка, вот девочка с левой стороны – это попытка, два – это, соответственно, удачная попытка. И тут очень важно для судей, что если в моей зоне ответственности, то есть, грубо говоря, возле меня происходит попытка трехочкового, а я стою в площадке, то есть за трехочковой линией, судье с лицевой линии не надо дублировать этим жестом, когда он стоит и практически ничего не видит. Но просто вот нужно ему что-то показать. Почему? Потому что показывая этот жест, судья не видит другие моменты возле него. Заслоны, там задержки, толчки, блокировки. Вот это очень важно. На это нужно обращать внимание. Теперь то, что спросил Николай. Мы сейчас должны Николаю ответить, и потом дальше пойдем по теме. Про один штрафной бросок. Это опять мы приходим к чему? К фолл при вбрасывании. Фолл при вбрасывании. Я, наверное, верну немножечко презентацию, чтобы было видно фолл при вбрасывании. Когда у нас, получается, последние две минуты игры. Последние две минуты игры. Так, наверное, раньше. Сейчас все. Найду. Вот. Последние две минуты игры. То есть 39-40 минута. Если мяч находится в ауте у игрока, который вбрасывает мяч, или у судьи. А фолл совершает команда защиты. Давайте я покажу, наверное, клип. Это будет более понятно и эффективно. Так, сейчас мы... Так, фолл при вбрасывании. Вот здесь. Виден клип, скажите, пожалуйста. Да, видно. Да. Смотрите. Значит, 34-я статья. Все тоже. Последние две минуты. То есть 39-я, 40-я минута, или 4-я, 5-я минуты овертайма. Вот. Мяч должен находиться у игрока за пределами площадки. Или у судьи. И фолл должен совершать команда защиты. Что мы здесь видим? Посмотрите. Четвертая четверть. У нас 1 минута 18 секунд. Четвертая четверть. Вот. И фолл совершается, посмотрите. Фолл совершается в трехсекундной зоне. Белая девочка номер 33 в белой форме. Захватывает. Просто совершает неправильный баскетбольный контакт. Задержка там или блокировка. Теперь мы видим четвертая четверть, минута 18. И мяч в руках у вбрасывающего игрока. Теперь мы видим, что судья фиксирует фолл. И теперь этот фолл, он не будет не спортивный. Это обычный персональный фолл. Один штрафной бросок пробивается. И, соответственно, выбрасывается мяч. Фолл при вбрасывании. Еще раз посмотрите. Один бросок. 1 минута 18. Четвертой четверти. Независимо, сколько персональных фолов было. Пять персональных фолов. Тоже будет один штрафной бросок. Тоже будет один штрафной. Шесть. Тоже один штрафной бросок. Первый, второй, третий. Командные фоллы. Командные фоллы. Мы говорим про командные фоллы. Первый, второй, третий, четвертый командный фолл. Это будет один штрафной бросок. Один штрафной бросок. Через минут 40 наберите меня, пожалуйста. Теперь я хочу сказать по поводу следующего момента. То же самое, если совершается реальный неспортивный фолл. Все критерии неспортивного фола сохраняются. Сохраняются. Вот посмотрите. То есть мы сейчас смотрим с вами. Опять же, две минуты последние. Тридцать девятую, сороковую минуту. Вот видите, вверху. Сорок шесть секунд осталось в четвертой четверти. И если игрок... Вот происходит фолл. Происходит фолл. Мяч в руках вбрасывающего. И происходит фолл. Это не будет фоллом при вбрасывании. Это будет не спортивный фолл. Посмотрите, что сделал игрок команды защиты. Посмотрите. Схватил за плечо, потом за шею, за голову и вытолкнул. То есть это не спортивный фолл. Посмотрите, вот. За это наказание сохраняется два броска. Это не будет фолл при вбрасывании. Два броска и владение 14 секунд. Мы говорим про обычный фолл. Персональный. Обычный персональный фолл. Тогда, если команда защиты совершает обычный персональный фолл, тогда, соответственно, мы пробиваем только один штрафной бросок. По факту команда нападения ничего не теряет. Время же не пошло. И, соответственно, только не два броска, как раньше было, не спортивные, а один. И это будет персональный фолл. Он является командным, все. Но его цена всегда один штрафной бросок. Хорошо. Так. Что я хотел еще сказать вам по поводу... Давайте посмотрим по поводу цилиндра. Я думаю, что про цилиндр будет тоже. Вот очень важно этот жест, который проходит. Вот игрок нападения держит мяч, а защитник руками влазит в него. Вот этот новый жест, новый жест, цилиндр, то, что я показывал, применительно вот к таким моментам. Такий момент. Игрок защиты полез в цилиндр нападающего руками, а потом блокирует еще. Вот. И это является фоллом нарушения принципа цилиндра. Так. Теперь хотел показать про челлендж. Давайте посмотрим про челлендж, да, чтобы можно было, потому что сегодня утром тоже мы говорили про челлендж, и многие тренеры, соответственно, спрашивают. Вот смотрите, идет игра, и судьи просят челлендж, потому что... Не суди, тренер просят челлендж у судей. Судьи совещаются, видите, двое стоят уже с стола. Вот. И идут смотреть, определяют, что челлендж можно просматривать. Он проходит по этой статье. И смотрят, посмотрите, они дали персональный фолл, а здесь никакого баскетбола нет. Это остановка быстрого транзита, не быстрый отрыв, это быстрый переход от защиты к нападению. Вот. Это неспортивный фолл по третьему критерию. Соответственно, судьи посмотрели внимательно и принимают решение, что они принимают решение тренера. Неспортивный фолл. То есть тренер просил, значит, посмотреть, соответствует ли характеру неспортивного фола персональный фолл, который они дали. Вот. Хорошо. Если какие-то вопросы есть, готов ответить. Ну, если пока нет, давайте тогда мы сразу возьмем изменения в правилах. Артем, скажи, пожалуйста, есть презентация? Да. Значит, это уже сделано. Значит, та презентация, которую мы сейчас смотрели, это презентация фибовская. Саблоны абсолютно фибовские. И весь материал точно один к одному переведен с английского на русский язык. Теперь вот этот материал, который сейчас, это материал январского семинара, то есть 22-го, в 20-х числах проходил РФБшный для судей, профессиональных арбитров Федерации баскетбола. То есть здесь он сделан на последних изменениях важных в интерпретациях октябрских, ноябрских и декабрских. По форме посмотрите, что сделали. Что разрешается? Значит, получается, видите, вот эти компрессионные локти, я носил белье для рук, для ног, соответственно, видите, эти всякие всевозможные вот эти, как кальсоны, или как они называются, для ног. Теперь поддеваемые футболки. Ну, футболки не обычные, там, хэбэшные, а компрессионные футболки, то есть вот эти вот сжатые, которые, то есть обычные футболки, такие полы носить нельзя, то есть выиграть их нельзя. Тайсы сделаны из компрессионного материала, напульсники от седьмой и восьмой головные повязки. Внизу вы видите четыре головных повязки, которые, ну, завязываются. Их носить такие повязки не разрешается носить. Вот все, что вы видите, пронумерованное в красном цвете, это все носить можно. Теперь в интерпретации 4-4, другая экипировка. Значит, форма игроков, что можно носить? Защитная экипировка ключевого сустава. То есть это то, что, ну, грубо говоря, ну, грубо как наколенник, да, или налокотник. Головной убор, наколенники, наколенники и вот этот для плечевого сустава, они могут быть другого цвета, если они носят медицинский характер. Посмотрите, вот весь цвет у нас красный, вот этой экипировки, а наколенник медицинский, он может быть и налокотник, и наплечник другого цвета. Но не путайте, пожалуйста, волейбольные наколенники. Это вот этот чулок такой с поролоном, который просто предохраняет. Здесь наколенник носит медицинские характеристики и свойства. Он может быть даже тонкий, но он тоже будет являться наколенником, его можно носить другого цвета. Теперь бесцветные прозвращенные капы. Вот вы видите, что капа должна быть бесцветная, да, для череса и для зубов. Очки, если они не предоставляют опасность для других игроков. Напульсники, понятно. Тейпирование. Все тейпирования должны быть тоже для рук, плеч, ног и тела одного цвета, как и экипировки. И фиксация голеностопа тоже, то, что мы с вами говорили. Теперь посмотрите, в 4.8. А6 носит компрессионное белье в футболку длиной до плеч и шеи. Интерпретация. Компрессионное белье в футболку разрешается и может быть любой длины, в том числе ниже плеч, до нижней части шеи. И ответ. Все игроки команды носят компрессионное белье, включая футболки, должны носить и тайцы, головные уборы на пульснике, головные и тейпы одного сплошного цвета. То есть по факту вот это все допустимо. То есть вот это в интерпретации декабской, то, что есть 4.8, можно посмотреть пример. И, соответственно, футболки могут быть такой длины. Спорный мяч. То есть мы с вами говорили, что когда команда не установила первый командный контроль, и мяч вышел в аут, соответственно, она устанавливает контроль над мячом в ауте. И стрелка сразу же вращается в противоположную сторону. Раньше это просто подчеркнули из правил одной из таких тонкостей для работы судей-секретаря. Первое владение, независимо от того, в каком месте оно происходит, а у нас происходит оно в ауте, то есть команда, от которой вышел мяч, соперник имеет мяч на вбрасывание в ауте. И, соответственно, стрелка сразу же определяет направление в противоположную. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Вот еще за одного из лидеров Надежды на ставку спорным Томпсом против Вадеевой. Ну и все, все готово, встреча начинается. И первое владение будет за... Еще не было владения, не было владения. А посмотрите, пожалуйста, за столом поставили стрелку. Владения не было у команд. И теперь судьи на это обращают внимание. Судьи на это обратили внимание. Видите, стрелка стоит, и стрелки нет на столе. То есть судья даже показывает пальцем, что уберите стрелку. И вот сейчас, когда отдали мяч, стрелка должна была уже стоять. Вот здесь, вот как только отдал судья мяч... Судья отдал мяч, стрелка должна уже стоять. И тут опять неправильно поставили стрелку. Только когда коснулся игрок мяч. То есть нужно, это правило нужно, соответственно, четко понимать и знать. То есть в начале игры никто не овладел мячом, мяч вышел в аут. Но как только судья отдал мяч в ауте, стрелка должна стоять. Уже в противоположном направлении. И фол при убрасывании. Опять то, что мы с вами говорили, то, что Николай спрашивал, по-моему, откуда-то с юга у нас, да. Это персональный фол. Он тоже входит в состав командных фолов и пяти персональных фолов игрока. Защитник на сопернике на площадке, когда две минуты и менее четвертой четверти в овертайме. Мяч за пределами площадки в руках судьи или в игрока, который вбрасывает, выполняет брасывание мяча. Очень важно. Если мяч хоть на миллиметр отошел с руки вбрасывающего, это будет обычный персональный фол. Если фол совершается при брасывании один штрафной бросок, вбрасывание непроменившейся команды с ближайшего места, перпендикуляр, где произошло несоблюдение правил. Вот и пример сразу этого сезона. Забили мяч, выбрасывается мяч из-за лицевой. Оп, видите. И теперь мы смотрим, где находится мяч. Мяч находится у игрока, а уже фол произошел. Это фол при вбрасывании игроку в белой форме, и 33-й пробивает один штрафной бросок. Игрок номер 33 пробивает один штрафной бросок. Видите, белый обнимает игрока, совершает неправильный контакт. Судьи собираются. Это было в самом начале турнира. Тренеры даже и понять не могли полностью, что произошло. Нужно было объяснять это правило, что сначала штрафной бросок, а потом будет вбрасывание игрок номер 33, на ком был совершен фол, производит бросок. А теперь самое главное, с ближайшего места, перпендикуляр, в трехсекундной зоне, не из-под кольца и щита, справа или слева, выполняется вбрасывание для команды красных. Вот хороший такой пример. Это четкое руководство к действию. Вот один штрафной бросок. Теперь мы смотрим, что для команды, видите, по фарма, у нее пять команды фолов, но он пишется все равно, P1. То есть не будут пробиваться, соответственно, два штрафных броска. Теперь про цилиндр. Вот этот неправильный цилиндр. Теперь мы смотрим клипы. Это Анна Буровая. Мы смотрим наверху, вот обычно в статике, видите, игрок руками лезет, игрок в синей форме, номер 15. И вот этот неправильный цилиндр. Неправильный цилиндр. Вот посмотрите. Руками выбивает мяч и ногами лезет туда на выбивание. Посмотрите еще раз клип. Руками используется этот жест. Руками и ногами входит в цилиндр игрока нападения. Чаще всего это встать. Это Анна Буровая и ее первые очки в сегодняшней встрече. Лидер Ева Лизия Куньёчна. Другой пример. То же самое связано с цилиндром. Чтобы дальше двигаться. Так, Нико Борисович, девять очков. Видите, игрок номер 92, защитник в белой форме, атакует игрока в синей форме. И судья показывает четкий жест, понятный секретарскому столу. Еще раз посмотрите после штрафного броска. И вот здесь 92, смотрите. Он руками лезет в цилиндр игрока синего. Синего. Хорошо, смотрим дальше. Теперь помеха попаданию, помеха мячу. То есть первое, что, ну, этот жест понятный, что кулак сжатый и указательным пальцем противоположной руки мы показываем нарушение. Вот. И посмотрим пару клипов пример. Фима проговаривает, что первое, мы должны показать, что мы считаем или не считаем, а потом само наказание. Ну, и вот этот жест. Первое, что мы считаем или не считаем, а потом, почему мы считаем или не считаем, потому что было нарушение. 18, 19, 19, 19, 20. Руслана Булбасиров защищал цвета нашей команды в сезонах. Руслана Булбасиров защищал цвета нашей команды в сезонах. Вот пример. Помеха попадания, помеха мячу. Опускающийся мяч, два очка считать. Помеха попадания, помеха попадания, сбитый, восходящий, опускающийся мяч в корзине соперника. Еще раз посмотрите. Опускающийся мяч сбитый, два очка считать. И какое было у нас нарушение. Помеха попадания, помеха мячу. В нашем случае было помеха попадания. Так, ну и сейчас мы еще как бы коснемся, закрепим челлендж главного тренера. Значит, все игровые ситуации, которые мы с вами проговорили, они имеют место быть. Которые прописаны в правилах, вот это официальных правил баскетбола в разделе F3. В конце книжки есть эти подразделы, там деклассификация команд, все эти вот вещи административные. И в разделе F3 прописано все 15 ситуаций, которые можно смотреть. Главный тренер запрашивает челлендж. Когда игра остановлена после решения или для ситуации без остановки игры, например, 2 или 3 очка, они не согласны, что было 3. На самом деле был заступ. Показывают. И в первой остановке после этого решения, то есть судья показал, что было 2, это его решение, а вы считаете, что было 3 или наоборот, без разницы. Вот, вы делаете запрос и в первой же остановке, там нарушение, мяч вышел в аут или фолы, соответственно, мы смотрим. В течение игры только один челлендж главного тренера. Главного тренера. Не может взять второй тренер. Не может взять массажист или капитан. Независимо, челлендж выигран или проигран, удачный или нет, он только один челлендж на всю игру, включая овертаймы. Ну и вот какие ситуации, их там 15, мы с вами говорили. Кому интересно, можете на сайте Referee Pro в группе ВКонтакте, а также там написать, я вам эти ситуации вышлю. Памятка такая у нас есть. Мы специально делали для тренеров Москвы, вот, межрегиональной любительской баскетбольной лиги регион Москва. То есть такая памятка они просто смотрели. Иногда игроки грамотные, вот они знают эти ситуации, что можно смотреть, что нельзя. Например, там с аутами, с чем-то еще. Они сами подсказывают тренеру, там главному, что возьмите челлендж, потому что, ну, допустим, в конце игры спорный момент, аут точно вышел не от меня. И, соответственно, такая коммуникация тоже может быть. Но челлендж берет только главный тренер. Только главный тренер обращается к ближайшему суде. Время, то, что мы говорили, вот, если бы, а время для броска, таймер для броска, то есть бросок удачен. Соответственно, 24 секунды было или нет, только если бросок удачен, мы можем смотреть, нарушено ли правило 24 секунд. Некорректное показание игровых часов и таймера для броска. Но насколько должны быть скорректированы? Часто бывает такая ситуация, что в конце игры фолл, а секундометрист нажимает позже, время идет, ну, вообще какие-то другие ситуации. И судя, например, не верит. Можно, во-первых, обратить внимание, что время не пошло. Судья может сам, он может сколько хочешь смотреть этот таймер для броска. И, соответственно, он пойдет смотреть. Если он говорит, что все легально идти не нужно, то тогда тренер берет челлендж главного тренера и корректирует, если он считает, что реально ушли секунды. А ему это очень важно. Пол в стороне от мяча. Бывает ситуация, например, игрок команды А без мяча, А1. Его захватывают за руку, а в это время игрок команды А3 забивает мяч. Так вот, если мы смотрим фолл и что, был игрок в процессе броска или нет. Если фолл мы даем команде защите, а игрок был в процессе броска вдали от мяча, то мы этот мяч должны считать. Если вдали от мяча игрок команды А, партнера этого игрока, на котором совершился фолл, был на ведении, мяч становится сразу мертвым. Если был фолл в нападении, то есть игрок команды А отталкивает, независимо, где был игрок с мячом, самое главное, что если у него был мяч, и он там в процессе броска, не в процессе броска, никакие очки не засчитываются, только если мяч не ушел с руки, то есть на бросок. В фолл в нападении мяч становится сразу же мертвым, если мяч у команды, но если мяч вышел на бросок, уже команда не контролирует мяч. Но фолл в стороне от мяча можно смотреть. Фолл происходит слева, игрок в процессе броска, фоллит команда защиты, забивается мяч, мы считаем там 2 или 3 очка, и соответственно еще отдаем мяч команде, против которой был совершен фолл. Помеха попаданию, помеха мячу, то есть все вот эти сбивающиеся мячи, главное условие здесь в чем, что мяч судья должен засчитать, принять решение. Если судья не принял решение, а вы видите, что он опускался, мы никаких действий не принимали, и смотреть мы это не можем. Два или три очка засчитано, то есть мы это можем смотреть в ходе всей игры, допустим, игрок стоит с линии трехочковых бросает, заступает или наступает, судья показывает три очка. Вы имеете право откорректировать это, попросить сразу же челлендж, и даже игра, если не остановлена, то в следующей первой остановке игры, игровых часов, вы обращаете внимание и имеете право, чтобы судьи это посмотрели. Два или три штрафных броска должно быть предоставлено. Здесь тоже очень важно, бывает, что тоже заступ за линию, игроку дают три штрафных броска, на самом деле два. Очень важно это все отследить. Правильный игрок выполняет штрафные броски. Бывают ситуации, что на линию штрафного броска выходит не тот игрок. И вот тут важно вот это все отследить и выставить корректного игрока на выполнение штрафных бросков. Для определения игрока, вызвавшего выход мяча в аут, кто заставил выйти мяч в аут. Тут мы не говорим, что я с мячом бегаю по боковой или по лицевой, а у меня было последнее касание. То есть я последний коснулся мяча, и мяч ушел в аут. Вот это мы можем смотреть. И усиление или ослабление фола. То есть дали персональный, а вы считаете, что там вы не согласны, там был неспортивный фол. Вы тут же говорите после показа фола персонального, вы не согласны, говорите, черень, главный тренер. И судьи обязаны идти смотреть на усиление, то есть на неспортивный, дисквалифицирующий или понижение. То есть там контакта не было, а был размахивание локтями. Технический фол. То есть вот это соответствует ли характеру фола данное действие игрока. И драка или акт насилия. Вспоминайте статья 42, то, что мы пропустили предыдущие атаки. То есть мы можем остановить игру по нарушению фолу или выхода мяча в аут. И вы обращаете внимание, что акт насилия произошел, вам так кажется. И судьи могут смотреть, и у них есть четыре варианта ответа. Соответствует дисквалифицирующему, соответствует С2, чрезмерно жесткому контакту. Третье – это угроза акта насилия. То есть это как бы запугивание. Я поднимаю руку или размахивание локтями – это третий. И четвертый – когда ничего нет. То есть игрок приземлился на голеностоп, подвернул или травма у него, или он просто по какой-то причине, в студии просто ошибочно посчитали, что нужно смотреть, или тренер попросил челлендж, а там ничего вообще не видно на видео. И тогда мы оставляем все без изменений. Если мы все видим, что там был акт насилия, не спортивный, дисквалифицирующий или технический, мы все проводим как есть и начинаем игру, где она была остановлена. Все набранные очки, когда были после акта насилия, до остановки, мы считаем, и владение мы считаем, все остается в силе. Единственное, что дисквал и неспортивный фулл не дается владение и 14 секунд на владение. Ну и главный тренер громко скажет «челлендж». Ближайшему судье подтверждает запрос, демонстрирует соответствующий жест. Судья показывает секретарскому столу и применяется та же процедура, как и видеоповтур. Показывает решение во многих ситуациях. Тот, кто принимал решение, а ситуация, связанная со временем, например, кто будет пробивать штрафные броски, кто участвовал в акте насилия, показывает старший судья. То есть то, что не демонстрировал никто, показывает старший судья после видеопросмотра. Решение старшей судья является приоритетным для себя. Челлендж удачный, первоначальное решение изменяется. Челлендж неудачный, решение остается в силе. И игра продолжается, как после любого видеоповтора. Главный тренер должен запросить челлендж, и просмотр должен быть осуществлен самое позднее, когда судьи первый раз остановили игру после принятого решения, и прежде чем мяч снова стал живым. То есть вот мы видим ситуацию, судья остановили игру, вот сейчас мы можем смотреть. Если мы даем мяч игроку на вбрасывание, на штрафные броски, он становится живым, и по факту мы ничего вернуть уже не можем. Давайте посмотрим. Видите, аут показали. Тренер говорит челлендж. Видите, тенер говорит челлендж, но он говорит, посмотрите, самое главное, что говорит, должен сказать ближайшему судье, а он показывает секретарскому столу. Вот это неправильно. Вот это неправильно. он должен сказать ближайшему судье, который вот нам лицом. Тут, соответственно, должны, видите, старший судья берет второго судью самой, и они идут смотреть чей. После просмотра, ну мы немножечко тут ускорили, после просмотра они видят, что решение... Оставили первоначальное решение. То есть тренер команды белых просил поменять решение, видео не показало ничего, и оставили для команды синих. Абсолютно правильно сделали, и абсолютно правильное решение приняли судьи. То есть если нет убедительной картинки, соответственно, все это можно делать. Вот, коллеги, подводя итог, мы с вами просмотрели все вот эти вещи. В принципе, и все видео посмотрели, что у нас есть. Самое главное для нас, это был челлендж главного тренера. Вот всю эту процедурную моменты. Фолл при вбрасывании. Это то, что поменял у нас критерий, значит, неспортивного фола пятого. Единственное, что я хотел бы, наверное, еще вам показать. Неспортивный фолл четвертый критерий. Артем, видна презентация? Видна? Или я, наверное, вышел, наверное, сейчас? Нет, еще не видно. Сейчас, секунду. Презентация, клип виден? Сейчас видно. По четвертому критерию тоже клип очень хороший. И хотел бы, чтобы вы его посмотрели. Потому что здесь три ситуации, которые связаны с быстрым отрывом. Многие путают, что такое быстрый отрыв, что такое игрок находится один впереди на кольце. Нет никого между ним. Здесь игровая ситуация, когда команда белых сейчас перехватит мяч. Вот девушка одиннадцатый номер, высокая. И убегает быстро отрыв. Видите? Контакт происходит сбоку. Сбоку. Соответственно, этот фолл является неспортивным. Посмотрите. Контакт происходит сбоку. И белый был на кольце один. Теперь другая ситуация. Игрок в синей форме наверху теряет мяч. Но желтый его просто выбил. А синий его захватил. То есть желтый близок ко владению мяча. Его команды еще не контролируют. И он на кольце один. На кольце один. Никого нет впереди. И вот этот пример последний, когда игрок в белой форме, темный парень убегает, а ему идет передача. Вот здесь этот фолл является неспортивным. Ему идет передача. А вот фолл еще он его не словил. И может мяч только вылететь с рук. А толчок этот легкий является неспортивным фоллом. Неспортивным фоллом. Потому что, посмотрите, игрок в белой форме, находится между кольцом и ним, нет никого из соперника. Вот он ловит мяч, передача идет ему. Контакт легкий был. Этот фолл является неспортивным. Вот еще раз гляньте. Так, есть вопросы, я вижу. Так, Алексей, да. Значит, теперь решили любое компрессионное белье под одевку любой длины рукава. Да, по факту да. Разрешили. И мы с вами по длине штанин. Это не штанин, а это шорты. То есть шорты должны быть, соответственно, там сказано, да, что не ниже колен. То есть нельзя играть, чтобы шорты были ниже колен. Вот. И вопрос другой, что компрессионная форма должна быть из такого эластичного материала. Не может быть там хэбэшные, там, эти вот, как-то, хэбэшные майки не должны быть. Да, я забыл это слово. В общем, в хэбэшных майках играть нельзя. Но мы с вами говорим о том на главные соревнования. Вы понимаете, вот, допустим, в Москве у нас игроки в любительских лигах играют в разных компрессионных. Но если мы говорим РФБ, включая пластыри, пластыри, желтые, а не красные. Если у всей команды пододевка, экипировка у них черная, все пластыри, пододевки, все должно быть черное. То есть напульсники, повязка на голову, там, одного сплошного, единого сплошного цвета. Не должно быть никаких краплений, там, разрисовок, как и ничего. А так, по факту, получается, что да. Получается, что разрешается сейчас. И вот, видите, интерпретация 4.8, то, что мы с вами говорили, об этом говорит, что можно играть с длинным рукавом. Вот, коллеги, смотрите, мы с вами прошли все вот эти вопросы. У нас... Оооо... Ооо.